Пожар, вспыхнувший в воскресенье днём в многоквартирном доме по улице Ленина, полностью уничтожил крышу и четыре квартиры на втором этаже. Квартиры, расположенные на первом, от огня не пострадали, однако оказались залиты водой. Опасаясь обрушения потолка, люди перенесли свои имущества в гаражи, сараи и летние кухни. Там же большинство из них сейчас и ночует. Они же сказали сразу, что не подъезжают, значит они не будут крышу ставить, пойдут дожди и действительно упадёт потолок и на мебель. И мы вынесли всё в гараж, свои вещи и вот так. А так вот сейчас на данный момент все нижние квартиры можно жить. Только чтобы крышу поставили побыстрее. По словам примара города Валентина Чемпоеж, погорельцам сразу же было предложено временное жильё. Мы предложили сегодня жильцам поселиться в общежитиях на железной дороге, но люди отказались. Одну девочку мы вселили в общежитие Дортишколы, где она будет переживать столько, сколько нужна будет возможность ей это жильё. Мы ждём первое число, будет проведена экспертиза, комиссия, где будет выяснено возможно восстановление данное здание или нет и после этого мы уже начнём предпринимать меры. Районные власти также взяли на себя обязательства по оказанию помощи пострадавшим от пожара семьям. В первый же день мы сразу были здесь на месте. В тот же день ночью была собрана чрезвычайная комиссия района Басарабяска. Приняли решение, все затраты, то что понесли пожарные из Гагаузии, из Бессарабского района. Мы всё это покрыли. Также будут оплачены эксперты, которые будут делать экспертизу дома, здания, может ли его реставрировать или нельзя делать. Кроме того, председатель района намерен обратиться с кадатайством о выделении средств к центральным властям. Районы и власти, как и городские, не способны и не потянут полностью строительство этого всего, потому что по нашим меркам это более миллиона лей надо, поэтому это большие деньги. Также будем направлять всем письма, кто готов помочь нашим людям, потому что 8 семей без жилья, это действительно, такого у нас не припомнится. Поэтому мы обязаны быть рядом с людьми, мы будем принимать все усилия, чтобы людям оказать помощь. Пострадавшие от пожара люди с благодарностью воспринимают каждый жест помощи. Меня радует то, что очень такое участие, душевное участие принимают наши власти. Тут же окликнулись и ночью приезжали, и окликнулись вот на нашу битву. По словам жильцов дома номер 15, они не планируют менять место жительства, надеясь на восстановление своего жилья. Мне кажется, вот пока дожди не начались, мы должны заняться крышей, реставрировать дом. Дом хороший, и он нуждается в реставрации крыши. Ну, естественно, потом помочь нам в ремонте этих квартир, поскольку у нас таких средств нет. Насколько возможно восстановление второго этажа и кровли здания, покажет экспертиза. Она же определит и размер материального ущерба, нанесенного владельцем квартир в результате пожара.